Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаева, Черкесии Рашида Темрезова с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским. Один из ключевых вопросов в исполнении ряда поручений президента России Владимира Путина по вопросу реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных, создание которой повысить эффективность использования земель, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов». Рашид Темрезов поблагодарил Олега Александровича за возможность реализации программы на территории республики, участие в которой напрямую связано с дальнейшим развитием региона и его инвестиционной привлекательности. Проинформировал о достигнутых результатах и проводимых мероприятиях в целях исполнения перечня поручений президента России по выявлению правообладателей объектов для более эффективного их использования. Стороны договорились о совместных действиях по наращиванию взаимодействия в сфере цифровизации, повышения качества государственных услуг и сервисов, в том числе в части регистрации прав на объекты недвижимости. Эта работа, несомненно, будет продолжена для удобства граждан, бизнеса и профессионального сообщества. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» успешно прошел проверку межведомственной комиссии по подготовке его объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности к зиме, подтверждающий техническую и квалификационную готовность энергетического предприятия к работе в любых погодных условиях опубликован на сайте Министерства энергетики России. Для коллектива эта положительная оценка, означающая, что в финале филиале созданы необходимые условия для успешной и безаварийной работы станции в осенне-зимний период. Сформирован необходимый запас оборудования, запчастей и комплектующих, отметил главный инженер Карачаева-Черкесского филиала «Русгидро» Алексей Гужева. Подготовка к гидростанции осуществлялась в соответствии с утвержденным планом без отставания от установленных сроков гидроэнергетики, своевременно и качественно завершили ремонтную кампанию, а также годовую программу технического перевооружения и реконструкции. Комиссия, в состав которой вошли председатели Ростехнадзора, системного оператора, главного управления МЧС по республике, отметила высокое качество проведенных работ. Специалисты оценили готовность основного электротехнического и гидромеханического оборудования зданий и сооружений филиала к работе в осенне-зимний период, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и всем необходимым для работы при отрицательных температурах, а также к действиям по ликвидации возможных нештатных ситуаций. В свой юбилей отметила народный поэт Карачаева-Черкесии, известный драматург и журналист Дина Мамчуева. Из-под пера Дины Тарейловны вышло много произведений, в том числе и исторических. На продолжение многих лет автор вносит значимый вклад в сохранение и развитие карачаевского языка и литературы. О том, как прошел юбилейный вечер в родном для Дины Мамчуевой доме печати, расскажет Дарья Тендит. Имя народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамчуевой хорошо известно в тюркском литературном мире. Любовь к поэзии она переняла от матери, которая тонко чувствовала народную поэзию. Дина Мамчуева получила большую любовь и уважение не только местных читателей, но и зарубежных. Мы горды тем, что Дина Тарейловна Мамчуева стала мастером литературного слова, и это великое достижение принадлежит карачаевскому народу. Говоря о творчестве и деятельности Дины Тарейловны Мамчуевой, необходимо отметить ее неоценимый вклад в соцветие культуры многонациональной России. Ее творческая деятельность, словно солнечный луч, освещает путь народа в зеркале национальных традиций, отражая национальную и общечеловеческие культуры. От имени председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердиева Дину Мамчуеву поздравил и наградил орденом за заслуги перед умой второй степени ректор Карачаева-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа Бухамад Батчаев. Он отметил, что эта заслуженная награда станет почетным украшением в доме поэтессы. Дина Мамчуева являлась одним из примеров для меня лично, как человек, блестящий своим родным языком, человек, который мыслит на своем родном языке, который излагает грамотно слова, которых на сегодняшний день редко встречаешь таких людей. Дина Мамчуева по праву заслужила любовь и признательность жителей не только нашей республики, но и всей России. Она творчески одаренная личность, человек большой души. Во время поздравления Джошербек Качкаров отметил, что благодаря Дине Мамчуевой перестало существовать выражение лицо кавказской национальности. Ее душа подлинна, интернациональна, радует всех нас. Мы живем многонационально, кратчая Черкесия, в мире согласия, все народы, кратчаются русские, черкесия, абазин, нагайцы, без каких-либо конфликтов. В этом и есть заслуга Дина Тарелевна тоже. Великое творчество, это составляет искусство. Ее творчество как раз-таки, оно принадлежит искусству. Зам. Председателя Парламентского центра комплекса «Весопад» Сергей Александрович Хальков награждает Дину Мамчуеву. Мы даем, мы даем, мы даем, мы даем народный фронт, мы обучаем беременчик. Большинство произведений Дины Тарелевны переведены на языки многих народов. Поэтому не только в Карачаево-Черкесии, но и во всех концах России читатели по достоинству оценивают ее яркое творчество. На протяжении всего мероприятия звучали теплые поздравления от коллег, знакомых и тех, кто неравнодушен к творчеству заслуженной поэтессы нашей республики. Мне очень повезло, что я живу и работаю с такими красивыми, умными, талантливыми людьми. Мне сегодня дышится легко, я даже не чувствую свой возраст. Особую благодарность хочу выразить устроителям и организаторам этого мероприятия. Каждому читателю ее поэзия будет близка. Она пропитана особой любовью к родине, народу и языку. Она затрагивает темы, понятные и важные для людей. Торжественное мероприятие завершилось теплыми пожеланиями Дины Мамчуевой. Пусть наша солнечная Карачаева Черкесия засияет ярчайшим бриллиантом в алмазах славы Великой России. Благополучия и добра вам, вашим близким и друзьям. Пусть счастье окружает вас, как остров окружает океан. Произведения и прочтения Дины Мамчуевой окрыляют народ, пробуждают самые светлые чувства и укрепляют национальное достоинство. Дарья Тендит, Медина Джанкезова, Михаак Каракелян. Вести Карачаева Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Днем в горах местами сильные. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза. А днем до плюс 11 и местами до плюс 6. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днем 9-11 градусов выше нуля. В Ауле Хабес прошел вечер портрет «Я все сказал и сделал все, что мог». Посвященный столетию великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. С начала года отделом культура Хабесского района было проведено множество мероприятий, посвященных жизни и творчеству Расула Гамзатова. Различные музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов порадовали всех собравшихся зрителей. В мероприятии приняли участие также представители Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии, Магомед Магомедов и Рамазан Манапов. Юные участники встречи портрета читали стихи дагестанского поэта и исполняли песни из его богатого творчества. Представитель Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов выразил всем организаторам благодарность и отметил почетными грамотами. Мне еще хотелось бы здесь под этим случаем выразить славу благодарности всем городским и республиканским библиотекам, всем учебным заведениям, которые провели мероприятие по юбилею с увлечением и услугам Камзатова-Карачаево-Черкесии Республики. Хотелось бы отметить еще, что из муниципальных районов и городских округов, к сожалению, такие мероприятия провели именно в Хабейском районе, уже второй раз здесь, как мне было сказано, и открытие, и вот сейчас закрытие года Расу Камзатова и в Малокарачаевском и Моиспольном районе тоже было такое же значимое мероприятие. В филармонии города Черкеска состоялось награждение победителей республиканского творческого конкурса на лучший материал по профилактике терроризма и экстремизма среди представителей региональных СМИ. Призерами конкурса в этом году стали 12 журналистов, в их числе и сотрудники ГТРК Карачаева-Черкесия. На церемонию награждения побывала Дарья Тендит. В торжественной обстановке для подведения итогов конкурса среди журналистов собрались представители телевизионных и печатных СМИ республики. С приветственным и поздравительным словом к собравшимся обратился министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Мурат Есинеев. Он отметил, что журналистам сейчас в эпоху распространения фейковой информации важно оставаться объективными и справедливыми. Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за вашу работу, которую вы делаете все вместе. Особенно наших, будем говорить, призеров. Мы вас любим, уважаем, ценим. Еще раз поздравляю вас, творческих успехов. Но, со своей стороны, обещали, что в следующем году мы постараемся, чтобы сумма премии была еще больше и количество претендентов тоже было больше. Журналисты ГТРК «Карачаево-Черкесия» в числе лучших отмечены почетными наградами и ценными призами от Министерства по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» Алла Динаева, «Лучший телевизионный публицистический материал» Ольга Савенко, «Лучшая операторская работа», «Репортаж-авторский проект» Зумрад Халкечева. Самый главный критик для нас – наши зрители, для которых мы работаем на протяжении долгих лет, отмечает Алла Динаева. Спасибо Министерству по делам национальности, массовым коммуникациям и печати за то, что проводят такие мероприятия, ведь каждая награда – это стимул для дальнейшей работы, а коллегам по Перу желаю, чтобы у них было много творческих идей, вдохновения, ну и самое главное, чтобы и в нашей прекрасной Карачева-Черкесии, и в большой необъятной стране, и во всем мире мы жили под мирным небом. Почет традиций и современных тенденций коммуникации являются основными приоритетами в развитии культуры. Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. Журналисты – неравнодушные люди, которые готовы работать на поддержание мира и спокойствия нашей Карачаевой-Черкесии. Мир меняется, люди меняются. А в России, как было это и 100, и 200, и 300 лет назад, по-прежнему нужна доброта, милосердие, застрадание, справедливость. И вот мы в России именно такие. Спасибо тем людям, благодаря которым я шла к этой награде. Спасибо, будьте счастливы, любимые наши дорогие телезрители. Конкурс журналистов стал для республики традиционным, и каждый год интерес журналистского сообщества к нему не утихает. После торжественного награждения мероприятие украсили вокально-хореографические номера артистов нашей республики. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня состоялся военно-патриотический диктант. Это масштабная всероссийская акция. Она проходит по всей стране. За часть участникам надо было найти ответ на 50 вопросов. На каждый дается ровно одна минута. Времени на раздумья практически нет. Свои знания проверили воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» города Черкеска. Чтобы правильно ответить на задания военно-патриотического диктанта, необходимо быть подкованным и самым разных науках – история, социология, право. Большой блок вопросов в этом году посвящен специальной военной операции. И пусть на этом экзамене, говорят организаторы, оценки не ставят, все равно участие в военно-патриотическом диктанте должно помочь разобраться в новейшей истории тех событий, которые происходят в наши дни. Дети должны, так скажем, знать тематику. Для этого, конечно, вся система военно-патриотического воспитания в нашей стране, в том числе и в нашем городе, направлена на то, чтобы дети знали свою историю. Поэтому, конечно, трудности будут возникать в любом случае, что-то они могут не знать. Но цель диктанта в том, чтобы ребенок потом, выйдя, прочитал, что-то новое для себя узнал, то есть совершенствовался. Это самое главное. Если ты достаточно хорошо знаешь историю своей родной России, то написать его не составит труда. История России, она вся безумно интересная, увлекательная. И, честно говоря, не могу выделить какой-то определенный период. Историю очень интересно изучать. Узнается много важной информации про свою страну, свой край. Это все весело на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина. Фавориты». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok